Термин «самиздат» возник в 1960-х годах среди писателей, литераторов столичных в СССР, которые на рукописи, которые не принимали к изданию, писали «сам себя издаю» и убирали это в стол. Постепенно термин приобрел значение полноценной лексемы, он не переводится, входит во все международные языки так же, как он звучит по-русски. Но в отношении религиозного «самиздата» этот термин, наверное, можно расширить и отнести его не только к текстам, написанным, перепечатанным. Но и поскольку вера православная требует еще и культа, то есть создание икон, даже крестов священнических, текстов, богослужебной утвари, тоже в каком-то смысле можно отнести к слову «самиздат», потому что это делалось все самостоятельно на свой страх и риск. К сожалению, лиц, создателей и распространителей духовного «самиздата» найти невозможно. Конечно, никто сам себя не фотографировал во время этой деятельности. Но вы знаете, в архиве мы обнаружили негатив, который сохранил просто руки. И видно, как производились иконы в советское время. То есть один человек держит, второй фотографирует, и позже они печатаются негатива, и таким вот образом своеобразная «самиздатная» иконопись появляется. И у нас здесь представлена цветная фотография, и была такая очень распространенная техника раскрашивать черно-белые фотографии. И даже мы видим в нашей экспозиции священнический крест из картона, сделанный вот тоже руками священнослужителей, потому что иначе нигде это найти было невозможно. Надо сказать, что для нашей выставки специально мы попросили Марину Рудольфовну Прозорову, искусствоведа, верующую женщину, сделать нам серию работ, которая дополнила бы образы героинь и героев нашей выставки. И вот в наших витринах можно увидеть ее работы, которые помогают нам, ну и все-таки оставляют нам возможность самим додумать, домыслить, создать образ действительно героических женщин. То есть если мы посмотрим в эти витрины, мы увидим, что такие толстые переписаны Евангелие, Псалтирии, Деяния, молитвенные сборники, Акафисты, как вот видим здесь, и написаны полууставом, и переписаны под копирку, и просто печатными буквами, и обычным уже почерком более позднее время. То есть вот все это фиксирует большой каждодневный труд. Мы привыкли говорить о героях веры, как о людях, ну, новомучениках, то есть принявших какую-то мученическую смерть, какой-то подвиг совершивший такой явный. Но ведь была еще и вера в подвиги в каждодневном, в повседневном, изо дня в день. И вот здесь у нас представлены труды переписчиц, которые всю жизнь полагали свою на это дело. Приходили с работы, и до часу, до двух ночи переписывали. Дело было опасное, трудное. Оригиналами, протографами обменивались на Ивановском кладбище. Ну, надо было найти место, где не было бы недоброго взгляда. И давались на ночь, на несколько дней оригиналы, источники, которые надо было вот срочно-срочно переписать, размножить для того, чтобы они были доступны и самим переписчикам, и шли дальше. Вот. Ну, каждый экспонат имеет свою историю, подчас драматичную, иногда героическую, иногда удивительную. И всё это посетители смогут узнать на нашей выставке. По средам и субботам у нас экскурсионное обслуживание. В среду с 17 до 19 вечера, а в субботу с 15 до 17. Каждый желающий может прийти и получить подробный рассказ почти о каждом экспонате. Ну, а кратко, вот просто образы священнического служения. Вообще, это очень интересный феномен советского периода, когда духовенство, даже официально зарегистрировано, имевшую возможность официального служения. Но для того, чтобы вести полноценную пастырскую жизнь, вынуждены священники наши были прибегать и к такой вот литературе, потаённым образом тиражируемой. Или даже, вот у нас представлен экземпляр, сами иногда и переписывали, перепечатывали, для того, чтобы иметь возможность совершать своё пастырское служение. То есть одной ногой как бы официально, а ещё такая большая часть пастырской деятельности осуществлялась потаённо, неизвестно, в кругах единомышленников, в кругах верных людей, своих духовных чад. И именно в этих кругах как раз и рождалась духовная литература. Это очень интересный период, потому что тексты эти было невозможно контролировать ни со стороны государства, и даже ни со стороны церкви. То есть это вот такой уникальный период в истории русской церкви, когда народ стихийно, по воле сердца и воле Божьей, я думаю, начал создавать очень разную духовную литературу. Начинали, конечно, с тиражирования известных текстов, дореволюционных текстов, молитвенных текстов, но на этом не останавливались. Как мы уже слышали, были созданы замечательные новые произведения, которые, к сожалению, малоизвестны и почти не изучены. И вот мы приглашаем на нашу выставку всех посетителей, верующих людей, но очень ждем филологов, культурологов, социологов, специалистов, изучающих общественную жизнь, потому что сам этот феномен, он очень интересен с общественной точки зрения. Как внутри совершенно такой монолитной, идеологически, насквозь пропитанной советской жизни, пропитанной богоборчеством, атеизмом, государственным, в общем-то. И все общественные организации обязательно имели такой момент атеистического воспитания. И каждый образованный человек проходил через такой замечательный предмет, как научный атеизм. То есть каким-то образом должен был себя с этим соотнестить. Вот как вот в таких жестких государствам накачиваемых условиях и проверяемых, контролируемых как бы сверху донизу, как могла возникнуть и, в общем-то, даже развиваться культура противоположная, культура, основанная на христианском гуманизме. Вот мне кажется, вот изучение этого феномена и вообще вот его понимание очень важно, потому что это удивительно, это уникально, и это то, что может Россия дать, показать всему миру. Это вот наше достижение XX века. Мы мало что можем предъявить мировой культуре, созданного в России XX века. А вот это можем. И в этом гордость церкви и гордость всего русского народа. Ну и здесь, конечно, проходя по выставке, мы можем видеть тексты, переписанные от руки. Почему это интересно? Потому что за этим стоит характер, за этим можно увидеть чувства, за этим можно увидеть настроение. И, как видим, они очень разные. Есть очень чёткие, такие высокие, благородные, есть порывистые. То есть это нам откроет такой очень разнообразный духовный мир и целую духовную жизнь советского периода. Там было много интересного, кроме, собственно, текстов, предназначенных для сохранения веры, для стояния веры. То, что интересно будет сейчас, есть тексты, которые осмысляют, что же произошло, как из этого выйти, что мы должны сделать и что мы будем делать, когда это кончится. Потому что, что это кончится, верили абсолютно все создатели самоздатных текстов, иначе они просто бы не имели сил на то, чтобы их делать. И вот очень интересные тетрадки, это уже более поздний период. Такие апологетические диалоги, записанные, лектора общества знания и, как здесь написано, жителей известного своей религиозностью села Покровского. Вот такой вот размашистый почерк священнослужителей. Специально, кстати, эти тексты нам прислали для выставки из Ишима замдиректор Ишимского историко-кровеческого музея, тоже человек верующий, собирающий вот эти тексты, поделился. Они, конечно, изумительные, очень интересные. Они чуть ближе к нам по времени, поэтому мы какие-то вот обертоны, идеи, смыслы можем узнать и в себе понять. Замечательные тексты, даже дети их с удовольствием читают, там такая энергетика. Вообще вот эта энергия простой, но очень решительной веры, очень крепкая. Вот если мы посмотрим работы Марины Рудольфовны, готовясь к созданию этого цикла, мы предложили посмотреть ряд видеозаписей сохранившихся, вот переписчиц, фотографии, сами тексты. И она, как художник, ну, передала не факты, а чувство настроения. И вот мы видим, мне кажется, она очень уловила это. То есть храмы вот шатаются, рушится, земля совершенно нетвёрдая, непрочная. Вот единственное, что прочное во всей этой истории, это вот белые платочки, бабушки, женщины, которые очень решительно, иногда размашисто, просто идут и несут свою веру вот по этой вот земле и по этому времени. Поэтому вот это увидеть, почувствовать, ну, как-то, можно даже сказать, пророчески открыть для себя вот эти грани прошлого, нашей веры, мне кажется, чрезвычайно интересно и очень радостно, потому что это, ну, может быть, героизм — это более такое мужское качество и предполагает, что это такое борьбу, там, победу, там, что-то вот такое, противостояние, то здесь, может быть, даже вот не хватает каких-то слов, которые передали бы вот эти качества веры женщин, которые всё это вынесли, выдержали и, в общем, в конечном счёте, победили, потому что от кого мы в начале 90-х, в конце 80-х это всё и приняли. Ну, я думаю, что это большое вдохновение. Вот есть нам, что показать миру и нашему городу, нашему народу, есть чему порадоваться. Ну, я уже не говорю о бездне смыслов, которые требуют просто исследований и журналистов внимательных и благодарных. И будем рады видеть всех. Оксана, спасибо большое за вот такое сохранение труда мироносец 20-го века, потому что в первую очередь у меня, например, они ассоциируются с женщинами, которые были со Христом во время его распятия, были, когда надо было его снимать с креста, погребать, потом помазывать ароматами, миром, и потом первыми они слышат, что Христос воскрес. Вот так и сейчас. Они первыми слышали, потому что этот голос надежды, вот мне кажется, это то, что здесь очень видно на этой выставке, вот этот голос надежды, он был у них, казалось, самой пучиной застоя, хрущевских гонений, послевоенной апатии, а вот надежда была. И вот заразиться этой надеждой, перенять ее и нести ее дальше, обогащать, ну, наверное, это наш долг. Спасибо большое. И скажите, пожалуйста, если, например, наши зрители, которые живут в других городах, захотят пригласить вас с этой экспозиции к себе, как можно это сделать? Ну, мы будем очень рады, и я думаю, что откликнемся на любое серьезное предложение. Достаточно просто позвонить по телефону 8-9-6-5-5-4-6-6-0-7-5. Всех ждем. Спасибо большое, уважаемые зрители. Я напомню, выставка «Неподцензурная вера» работает в Екатеринбурге в библиотеке имени Герцена до 30 апреля. Всех ждут в гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова